Не толкните полицейского, он, знаете, что с вами за это сделает? А что, вас этот человек не пускает? Ой, стой, меня толкают, что вы меня толкаете? Полицейский, так вот же, на ваши глаза же происходит, вы не отворачивайтесь, полицейский. Вы не отворачивайтесь, вы смотрите, как вы бездействуете. Выкладывать в социальную сеть, я вас в себя запрещаю. Наверное, чтобы родственники не увидели, да, родные, как вы себя ведете, да? Чтобы одноклассники не увидели, да? Как вы, по-моему, позоритесь тут, да? Правильно? Скажите, пожалуйста. По-моему, мнение. А мнение граждан является основным в деятельности полиции, основным. Ну как так? Ну правда, а потом пишут, почему у вас полиция плохая. Но ведь не надо, надо себя вести нормально. Если бы вы всегда были за народ, за людей, за их права, вас бы слова плохого не искали, у вас была бы зарплата по 200 тысяч и отдых на море через месяц. Не упадите, Дмитрий, Дмитрий, не упадите. Не толкните полицейского, он, знаете, что с вами за это сделает? А что, вас отчеловек не пускает? Ой, селфи хочу сделать. Да, селфи нравится. Я много раз говорил, не препятствовать мне, не препятствовать. Но полицейские уже смеются над вами открыто. Вот неужели это тоже, чем должен заниматься полицейский? Я говорю, скажешь, цирк, реально, цирк? Не пускают человека, да? А давай я сделаю живой коридор, давай сделаем. Проходи, дорогой посетитель, проходи. Проходи. Ой, меня толкают, что вы меня толкаете? Я просто встаю тут, жду своего друга, обнять его хочу. Пройдите, снимай, обнимите. Вам никто не причастен. Ладно, заснимем так. Проходите, обнимайте. Пройдем. Как в моем указке. Обнимите. Проходите. Давайте, давайте, обнимайте. Давайте, давайте, обнимите. Полицейский, так вот же, на ваших глазах же происходит. Вы не отворачивайтесь, полицейский. Вы не отворачивайтесь. Вы не отворачивайтесь. Вы смотрите, как вы бездействуете. Нормально вообще служить так, а? Вообще. Галиничев Сергей Егорович. Гетманский Алексей Анатольевич. НОНЕЙМ. Насколько будет так. Георгий Сергей Александрович. А, ну и все. Вы начальника надолго не задерживаете, он нам еще понадобится. Написать заявление. Написать заявление. Ну что, предлагаю провести спецоперацию по проникновению в данное учреждение. Я буду предводителем. А у вас никто не задерживаясь на них? Других, других лиц. Других, покушать, нет? 14 минут. Вообще, у меня желудок, он практически находится уже за щекой, поэтому... Потому что Макдональдс есть через дорогу. А, Макдональдс? Да. Прямо через дорогу перейдите. Макдональдс. Но там же не будет скидки нам? Как не будет, вам-то не будет. А где наши... Там скидки везде. Будь здоров. Он там просто подписчик. А где... Саня где? Там тоже новенький. Она, ты. Саня где? Саня где? Саня где, вам надо заниматься. Он обещал скидку мне. Скидку на сколько? Жрательную. Жрательную, но уже не... Говорит, бесплатно поешь там, за тебя заплачу. Ты самый лучший вообще человек в мире, говорит. Ну, сейчас Саня зайду. Я просто на тебя молюсь, говорю, тебе поклоняюсь. Александр, где у вас таких берут? Зачем вы действуете? На основании статьи 24, используя запись в видеосъемки, ввести их, также снимать. Но вы имеете только случай обжалование неправомерных моих действий. А как же статья 8 закона полиции? Выкладывать в социальную сеть. Я вас в себя запрещаю. Наверное, чтобы родственники не увидели, да, родные, как вы себя ведете, да? Чтобы одноклассники не увидели, да? Как вы, по-моему, позоритесь тут. Да? Правильно? Сказывайте, пожалуйста. По-моему, мнению. А мнение граждан является основным в деятельности полиции. Основным. Ну, как так? Ну, Александр, вам же подсказывали, что делать. Ну, правда. А потом пишут, почему у вас полиция плохая. Но ведь не надо. Надо себя вести нормально. И все будет хорошо. Если бы вы всегда были за народ, за людей, за их права, вас бы слова плохого не искали. У вас была бы зарплата по 200 тысяч. И отдых на море через месяц. А так, вон у вас. Ремень весь износился, блин. Новые, наверное, не выдают, правильно? Кабураловым себя уже драна. Новые тоже, наверное, не выдают. Вы приходите, а говорят, нету, правильно? Берцы, наверное, сами себе купили, правильно? Прав же я? Мы же за вас тоже иногда боремся. Правда, не знаю, зачем. Отдачи никакой нет совершенно. Ребята, вы в метро такси ходите? Нет. Когда вас просят предъявить, что там звенит, вы точно так же сидите? Да. А вы сотрудник метрополитена? Я нет, не понял. А что, что вас так волнует этот вопрос? Меня просто интересует. А скажем, когда вы проходите на третье кольцо, тоже так же? Третье кольцо, не пешеходная зона. Нет, я имею в виду электричку. А, я ни разу не был, признаюсь. Каюсь, каюсь. То есть вы не ездите в метро? Нет. Общественные метро нет, у нас блогеры деловые. Вообще, конечно, да, я великий человек, и как бы меня возит лимузин с личным водителем и охранником. Не видите ни путь в голову. Ну. Замечательно. Я просто... Ребята, а вы никогда не слышали... Снимай, снимай, меня не страшно. Меня можно походить. Вот. Кстати, перед этим обычно разрешение спрашивают. Я нет. Я великий и ужасный. Я ни у кого не спрашиваю разрешение. Замечательно. Еще ни разу в суде не были. Вот сегодня из суда еду. Значит, еще сходим. Я постоянно... Неподчинение законному требованию приставу, да, вот только что. Значит, еще сходим. Давайте. Скажите... А вы имеете отношение к верхушке власти? Коррупционные связи? А что значит верхушка власть? Не знаю. Что для вас верхушка власть? Ну, может быть, какой-нибудь там Путин, может быть, какой-нибудь... Еще что-то еще. Я имею прямое отношение к Владимиру. А так у вас коррупционные составляющие будут. Вы, то есть, меня используете в служебное положение, будете меня в суде, оказывается... Уважаемый, а как вы разговариваете с красным посетителем? Это непростой. Подождите, это непростой. Это прямые связи с Путиным у человека. Вы только что. Совеста есть. Вы только что. Возраст. Нет, спокойно, спокойно. Это все не страшно. То, что вы делаете сейчас, называется клевета и дефамация. Хорошо, клевета в чем была? Ну, вы только что заявили дословно следующее. Что прямые связи с Путиным это коррупционная составляющая. Де-факто вы обвинили президента в коррупции. Президента какой страны? России. Российской Федерации. Это было, да, Владимир. И вот это тоже записано. А вы подумали, я президенте Российской Федерации Владимира Владимировича Путина это заявил? А вы о каком? А как вы думаете о Путине плохо? Не, я вас поддерживаю, действительно. Я согласен с вашим мнением. Но я-то такого не говорил. Все записано. А теперь скажите мне, пожалуйста. Вот меня интересует тот персонаж, который отказался показать. А мы все отказываемся, мы все отказываемся, отключая меня. Ребята, это одна бригада. А скажите мне, а вы что-то от Ирак-то слышали? Три товарища. А что это такое? Нет, они не слышали ни разу. А вы хотите о нас поведать о них? Вы много о них знаете? Как проводить? Вам не кажется, что отвлекает сейчас на себя службу безопасности? Не знаю, они вызвали шестерых полицейских. Для чего? Вы создаете провокацию для того, чтобы отвлечь в них, чтобы кто-то пронес неразрешенные прессии? Возможно. А возможно? А почему же это все, вот это все повелось на это? Почему вы, как вы считаете, что там проносятся? А они как раз занимаются явно, ну вы же подозреваете, что мы отвлекаем, да? А что же они на них занимаются, а те, кто якобы по-вашему, по-вашему провосят, никого не задерживают? Пока встали. Пока? Да конечно, закроются уже. Уже все, уже все? Да, да. По вашим, по вашим словам. Все уже должно было быть занесено, значит? Вообще-то ресторан работает, собственно говоря, до двух часов. А вы нас хотели выгнать? Что бы вас хотели выгнать? Вас не хотели пускать, это разные вещи. Нет, ну, людям вообще вопросов нет. Хорошо, скажите честно, вы мент? Я? Бывший. Что-то от Груза-то. Ну да. Что-то от Груза-то, Владимир? Что такое мент? Все. Ничего страшного, да, действительно, даже если вы бывший мент, бывшие менты есть и хорошие. Ничего страшного. Замечательно. У вас был бы еще шанс как бы реабилитироваться? У бывшего уже нет. А, вы тоже их? Шанс реабилитироваться есть только у действующих, поэтому у меня уже нет. Точно. Вот, ну я не бывший мент. То есть все-таки, ну, имеете отношение, да? Нет. На самом деле, я вам могу рассказать, что и вы имеете отношение. Естественно, я прямой имею, я бывший. Вот, да нет, вы не то, что бывший. Ну, хорошо. Вы налоги платите? Конечно. Или нет? Я же ответил. Конечно, да или конечно, нет? Я уже говорил, конечно, да. Конечно, да. Значит, соответственно, вы содержите тех самых мент. Да, я согласен, да. Поэтому я и всегда учу их, как себя вести, как, какие они... То есть я не хочу видеть неграмотных полицейских. Как же вы... Ушел. А? Ушел. Да. Почему? Потому что неграмотные все были. Нет, взял. Что же вы там-то не лечили? Не люблю находиться в стаде. Нет, взял. А, а сейчас вы не в стаде. Нет. Нет, ну, как бы, с одной стороны, может быть, я и в стаде, но с другой стороны, я вроде как и на свободе. Скажем так. Ну, это старую поговорку, помните, это не ваша заслуга, это наш... Да, 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 да. О, так все-таки КГБшник вышли. Владимир не был никогда в процессе. Не хватает, знаешь что, Сталина на вас не хватает. Ну, мне, от вашей, с вашей стороны. Ну, да, на меня, естественно. Поддерживаете это? Зачем? Ну ладно, расскажите мне что-нибудь о Путине, вот честно скажите. Хорошее. Хорошее. Плохое я знаю, хорошее расскажите. Зачем? Я хочу знать хоть что-нибудь хорошее о Путине, хоть что-нибудь, ну, вот, 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 чуть-чуть. Ну, скажите, придумайте, обманите меня. Зачем? Кто-нибудь, что-нибудь хорошее о Путине скажет, пацаны? Мы можем сказать, Владимир, только о вас. Вы отличный человек. Никто. Вот у нас такая сторона, что о президенте, это о президенте Путине, я имею в виду. Никто не хочет, не может ничего хорошего о президенте Путине сказать. Вот что за президент такое в стране, что о нем ни один гражданин не может ничего хорошего сказать. Я расстроен, я расстроен, честно говоря. Я бы хотел, чтобы о президенте мгновенно... Скажите сами. Я же сказал, я ничего не могу. Почему? Ну почему, потому что я не вижу в нем ничего хорошего. И вы тоже я вижу, не видите. И я не хочу... Как же вы видите? Все видите? Я, да. Я же из масонов, да. Делать вам, ребята, нет. Да, конечно. Ну, хорошо, вы-то удовлетворили свое любопытство? Я просто пытаюсь понять. Насколько я помню, все вот эти вот меры безопасности в Москве, так называемые. Так называемые, в том-то и дело. Если нужно, они ни к чему не обязывают. Можно это говорить? Ну, я, да, уважаю ваше бывшее прошлое, заслуженное, когда происходило много беспределов у нас в силовых ведомствах. Уважаю вас за то, что вы до сих пор выжили. У вас никакие обиженные люди на ваши действия не вспомнили ваши какие-то действия. Давайте, продолжайте. Так вот, если мне не изменяет память, я думаю, что она мне не изменит. Меры безопасности в Москве, в том числе и торгового центра. После действий ФСБ с Рязанским Сахаром? В транспорте. Были приняты после ряда терактов в Москве. А они были? И были. И в Петербурге был, наверное? Да. И в Рязанской, в Рязани был? В Рязани, не помню. А с Сахарочком ФСБшным? А там не было теракта. Вот в том-то и дело, не успели ФСБшники ничего сделать. Простите. Их скрыли. Значит, вот чем отличаются блогеры от журналистов? Я так понимаю, это то, что блогеры за то, что они несут бред, не несут ответственность. Нет, журналисты тоже. Вы НТВ вообще смотрите? Мы дадим начальнику посмотреть. Вот я рад, что вы не смотрите. Но врага лицо значит, что же кино. Поэтому иногда приходится там поглядывать. И вот НТВ не несут ответственности. Так что они журналисты. Их любой скажет. Там первый, второй канал, то же самое. Разрешите, я тоже вас оставлю. Я там буду отсылать это видео. Отсылайте. У меня нет директора. Директор у вас. У меня такой должность с ним. Ну, камер. Не надо меня пробивать. Ребята, переставайте задиматься. Хорошо. Мы вас услышали. Я так думаю, что таких роликов, как ваш, в Ютубе. Сколько? Ну, по Москве, наверное, процентов 10. Из всех роликов или из чего числа? Из всех московских роликов. Ну, вы что? Ну, это вы... Нет. Минимум процентов 10 людей, которые... Вы вот считаете, что... Что, пассатисти? Помогаем девушке. Он может отложить вам. А если вы отказываетесь, он имеет право не пустить нас на территорию. Ну, да. Да-да. Соответственно, вот там вот висят фрага. Все так и есть, да. Мнение посетителей. Которые придумала администрация. Кстати, долго стоял, пока выдерживал баллы. Я вам заметил. Знаете, когда Дмитрий? Почему? Если... Подождите. Если вы не хотите исполнять, вот смотрите, вы пришли ко мне в гости. Кому? Это... Подождите. Торговый центр хорошо принадлежит мне. Я говорю, вы пришли ко мне в гости. Я сразу... Кину, 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 кину. Я здесь посетитель, таким же, как вы. Более того, я все почему-то... То есть вы без спроса проникли в гости... Вас никто не приглашал, а вы пришли... Нет, я не прав же, как и вас. Вы, у меня... Это согласен. Но вы, если вы не сплетаете мои правила, я вас прошу удалиться. Это нормально, это решение. Соответственно, если вы на концертке не сплетаете правила, ваш может быть успеха. Согласен. Нет, физически, конечно, я допускаю, что такое может быть, но вот юридически не должно. Да, но, если вы нарушаете правила... Даже если нарушают правила, даже. Даже из больницы выписывают, если вы нарушаете правила... Не знаю, меня не выписывали, вот не могу сказать. На самом деле, почитайте. На взбежал, просто. Почитайте. Вы же не догадались, но это было сразу. Абсолютно нормально. Вы, вот, впечатлишь меня рацией, я надеюсь. Надеюсь. Надеюсь, что это рация... Они имеют право базы. А что ж полицейский сказал, что это как-то не так? Не видят нарушения. И принимают заявление. Сейчас примут заявление, и все. Не видят нарушения, но бог 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 знает. Нарушение внутренних правил. Нарушение внутренних правил. Выше закон. Да, нет, есть конституция, 50-кадая статья. Это не высший закон, а это единственный закон на данной территории. Потому что уже даже полицейский сказал, кто у нас тут власть, да? Полицейский в данном случае, высший, ну, в данном месте, представитель полиции. Ну, все. А у нас уже 22 часа. А че, нас не выгнали? 22. Ема, опять нарушаю. Ну, вообще, мне не привыкать, я вообще злостный. И вот, получается, он же сказал, что у них тут свои законы. О, как. Это называется правило внутреннего распорядка, которое существует в любом учреждении. Вот полицейский, ну, он же не может быть каким-то неграмотным, да? Может каким-то, ну, а, может? Да, ну. Это вы мне рассказываете, бывший полицейский, который ушел из-за того, чтобы все вокруг были неграмотные. Ну, сам, я не говорил, конечно. Именно так. Но думал намного хуже. Ну, самому-то себе противоречить не надо. Не буду. Иначе картинка получается какая-то. Так я же не обязан говорить правду, правду и только правду. Это первое. Второе. Я аккуратно выражаюсь. Заметили, аккуратно выражаюсь? Ну, заметил. Вот. Мы побежали, смотри. О, ё-моё. А там что-то произошло? Да-да-да, сейчас, секундочку. У нас закрыли до полосы. Я не слышу. У меня плохое зрение. Покой, слух и самочувствие. Я, я, а, я пойду помогу. А, что скину? Я пойду помогу. А вы бьёте там кого-то? А чё, меня не пускают уже. А я-то быстрый, шустрый. Опаньки. Кто быстрее? Ну, ладно, отжиматься, отжиматься, ладно, я первый. А бегать, а бегать? Ну, только что меня он не пускал, ваш фараончик. Две штучки. Ладно, пойдём. Ну, ладно, сейчас с ними. Да, мы сдаёмся. Русский, сдавайся! Русский, сдавайся! Вы русский? Не сдавайся. Я вот тоже русский, я сдаюсь. Я пален. А, вот почему у вас такое к нам отношение, к русским, да? Я теперь всё, всё, теперь всё понятно. Ничего себе у вас тут собралось. Да ладно, пойдём. Я буду последний. Пам! Сейчас, не попал, извините, не успел. Милости просим, азнаю, барышни. А, говорят, закрыт. Обманул. Говорят, Дима, Дима. Вот прям как, прям как этот, как его там? Бывший президент, короче. Тоже обманывал себя, народ. Сейчас я... Подышим, свяжем его. О, пойдёмте. Смотрите, всё работает. Ой, а жарко-то как-то здесь. Как устанут? Нет. Нет, я... Я получаю удовольствие от этого. Всё, сейчас нас остановили. Я вчера вас прошу получили. Можно? Дмитрий, как раз. Вы ещё и курите? Я, да. Да вы... Не помирите, я ещё и водку иногда пью. Господи боже мой, где я живу? Вы где-то живёте. Это что, Россия, что ли? Это... Это родина моя. Ну, чё? Где у вас тут беспредел на беспределе? Ну, Владимир, давайте уж на пожилом, человек не будет вот этого. Какой-то пожилой? Ну, вы из тебя. Во-первых, человек не пожилой. Ну, в возрасте, скажем так, да? Для вас. Да ладно, вот я и говорю. Мы... Мы одногодки. Да нет, нет, я согласен. Вы одногодки? Нет, я же не просил. Чёст-то вы как-то это... Ну, я и хорошо сохранился, я согласен. Молодильные яблоки. Просто... Просто меня всё время натирают... натирают и сывороткой из крови девственниц. Вот это то! Девственницы, вы что-то знали? Их очень много. Наральная... Расход большой, расход большой. На что идёт их кровь? Я серьёзно, блин, в общем-то... Почему, интересно. Дмитрий, ну вы, если замёрзли, вы можете проследовать. А, кури тоже же... Ладно, пойдём есть, короче. Опять есть, да мы... Ладно, до свидания, милосливый посетитель. Вам до свидания. Стоят, чтобы все проехали на красный свет. Нарушители... Стой, нарушитель! Нарушитель, стоять! А что он поехал нарушать, смотри. Кто стоял, не спешил. Хо, на тротуаре! А кто-то на тротуаре встал. Чё, дождёмся их? Нарушаем. Ольга, 84-29. Ну это эти, наверное... А, подожди, а мы же ушли, на нас заявление писали. Как мы так ушли? Забавно, кстати, да? У меня никто документ не спросил даже. Чё, погнали? Они же на нас заявление писали. Ну а это нарушитель, а вот и водитель, собственно. Будет ли он осуществлять движение по тротуару, не исполнив... Ну, короче, не отступив от правил, а нарушив их. Как думаешь? Я думаю, да. Мы не будем... Ну, смотри-ка, молодец. Молодец какой. Как бы умели, да. Ох, с нашей помощью, возможно, полицейские станут лучшими. Да. В мире. И прямо, прямо, да. А чё, поворотник перед началом движения включать уже не надо, да, у нас? Видимо, не надо. Jungle bells, jungle bells. На-на-на-на-на-на-на-на. Всё, убегай. Убегай. А нас как привлекать будут? И в заявлении написали, да. Мы же не законную съёмку ввели. Уголовный методекс. А, да, уголовный. Это статья разговорились. В общем, ребятушки, это был ТЦ «Хорошо». Где, на каком метро? Полежали. Полежали, скажем. Ну вот, с вами был Валоря, Фотохантер. Подписывайтесь на него. С вами был Дима. Дмитрий просто подписчик и юридорожный грузовец. Вот. Молодец, кстати. Вступайте в наши ряда. Ну и, собственно, я, вы меня все знаете. Подписывайтесь на наши каналы. Смех, да? Вот. Возможно, у него тоже «Хорошо» включилый канал. Думаешь же, да? В общем, ссылки в описании. Подписывайтесь также на Телеграм-канал и Инстаграм. По вашим прочим, заявил в Инстаграм, обязательно подписывайтесь. Нажимайте колокольчик внизу в Ютубе. Ну и везде, в принципе, тоже. Ну всё, брейте свои права. С этой историей будем разбираться. Заявление писать там и так далее. На нас уже написано. Да, на нас уже написано. Может, нас приобретут. Неизвестно. Вот. Ну всё. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok